Мур-мур-мур, миру, ня! Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Ня! Сегодня я вам покажу маленький, но очень полезный модик. Называется он Сайнпост и существует для версии 1.7.10, 1.9.4, 1.10.2, 1.11.2 и 1.12.2. Но прежде чем начать рассказывать, хочу передать приветик Леон Плею. Спасибо, что репостишь мои видео ВКонтакте. Название мода Сайнпост переводится как указательный столб или столб с указателем. Добавляет он, как вы уже поняли, указатели. Их два вида. Простой указатель, он с двумя узкими указательными табличками, и большой указатель. Это одна широкая указательная доска. Оба они доступны из всех видов ванильной древесины, а также из железа и из камня. Для работы с указателями нам даны три инструмента. Указательный ключ, калибровочный указательный ключ и еще один инструмент, который на русский почему-то перевели как щиток указателей. Но в оригинале оно называлось кистью. И в общем-то, именно на кисточку оно и похоже. Да и функция у него сходная. Давайте посмотрим, как пользоваться этими инструментами. Начнем с простого ключа для указателей. Если кликать им по табличке правой кнопкой мыши, то знак будет вращаться вправо. Если влево, то соответственно влево. Если щелкнуть левой кнопкой мыши в приседе, то знак повернется на 180 градусов. Калибровочный ключ дает нам возможность повернуть табличку точно на заданный угол или на заданные координаты. Последний инструмент дает нам возможность покрасить табличку в любую текстуру. Для этого нам нужно, держа кисточку в руках, щелкнуть правой кнопкой мыши по знаку. И он станет в таких вот разноцветных разводах. После этого выберите блок, в который хотите покрасить указатель и щелкните им по указателю. Блок не потратится, но красится почему-то только столб. Кроме того, указатель можно еще более интересно оформить. Его можно присыпать снегом, зарастить травой или лозой. Для этого вам понадобятся снежки, семена пшеницы или лоза соответственно. Ударьте по указателю снежком, лозой или семенами пшеницы и вы получите указатель вот такого интересного вида. Если же вы хотите снять этот снег или лозу, вам нужно ударить столбом по указателю. Все отвалится. Но на этом функции мода не заканчиваются. Помимо указателей, мод добавляет дорожный камень. Этот камень нечто вроде точки обозначения пункта. Например, вы построили какой-то домик и где-то у границ ваших владений поставили этот самый дорожный камень. Теперь ткните правой кнопкой мыши и вы получите возможность дать название своему пункту назначения. Пусть это будет дом. Теперь отойдем куда-нибудь, поставим указатель и внесем такое же название, как мы дали нашему камню. Вот выберем название. У нас дом, как вы видите, если название указателя совпадает с имеющимся дорожным камнем, то оно становится черным. В противном случае будет красным. Давайте теперь ткнем правой кнопкой мыши на указатель и смотрите, мы оказались прямо на этом самом дорожном камне. Помимо вот этого квадратного дорожного камня, есть еще вот такие фигурные. Функционал у них тот же самый, с той разницей, что появляться вы будете при телепорте не на них, а перед ними, с той же стороны, откуда вы их устанавливали. А теперь я покажу вам крафты. Дорожный камень крафтится из жемчуга края и булыжника. Фигурные дорожные камни крафтятся из простого дорожного камня перекладыванием в сетки крафта. Указатели крафтятся из двух табличек и любого бревна ванильной древесины, слитка железа или камня. Большой указатель крафтится из шести табличек и того материала, из которого хотите получить указатель. Таким образом, их получается сразу четыре штуки. Для обычного указателя можно регистрировать до двух дорожных камней, для большого – один. По умолчанию, чтобы переброс с указателя на дорожный камень срабатывал, дорожный камень необходимо сперва найти правой кнопкой мыши. У мода довольно гибкие настройки конфигурации. Например, включить-выключить возможность телепортации, или возможность изъятия определенного предмета за телепортацию, ну и многое другое. Ну вот, пожалуй, и все. Надеюсь, мод вам понравился. Жду ваших отзывов в комментариях. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. До скорых встреч, дорогие друзья! Пока-пока!